Этот дом на улице Ленина в селе Леньки Благовещенского района пустует, хотя именно здесь, согласно базе данных энергетиков, имеется задолженность. Накопив долги, жители дома переехали, однако судебным приставам их удалось найти на соседней улице. У нас задолженность по исполнительному листу. Я была в НЭПСБ. Мне сказали, что у меня 1400 копейку. Многие абоненты считают электроэнергию бесплатным благом и не торопятся оплачивать этот товар, пока не увидят судебных приставов, пришедших наложить арест на имущество. Но дожидаться их визита накладно. Изменения в законодательстве, вступившие в силу с нового года, ужесточают меры по отношению к должникам. Теперь размер пени дифференцируется в зависимости от периода неоплаты и в конечном счете для неплательщиков, может превысить действовавший ранее в 2,3 раза. Это эквивалентно банковскому кредиту, взятому под 31% годовых к сумме долга. Чтобы этого избежать, нужно лишь вовремя оплачивать счета за электроэнергию. Тем более, сделать это просто и удобно. Отделение банка, почтовое отделение, банкоматы, касса, которая может принять наличные. То есть, было бы желание. Оплачивать счета можно и не выходя из дома посредством интернет. На сайте Алтайэнергосбыта действует сервис «Личный кабинет клиента», зарегистрировавшись в котором, можно рассчитаться за электроэнергию картой любого банка без комиссии. Вывод очевиден. Платить вовремя за свет не только выгодно, но и просто. Николай Тихонов, Алексей Бондаренко, Дмитрий Рыхтиков. Новости.